Латвия в числе других стран ЕС приняла решение о введении экономических санкций против представителя бывших властей Украины. В этот список включены 18 лиц, в том числе отстраненный президент Украины Виктор Янукович, его сыновья, бывший генпрокурор и бывший премьер-министр Украины, а также другие лица. Как пояснили в МИДе Латвии, упомянутые в списке персоны в случае прибытия в Латвию будут отправлены обратно в страну выезда. Депутаты Сайма в четверг 6 марта после многочасовых дебатов приняли решение резко осудить военную агрессию России на Украине и подчеркнули в своем заявлении, что Латвия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также легитимную власть парламента. В решении говорится, что ситуация на Украине становится все более критической, и Россия своей военной агрессией на территории другой страны нарушает международные нормы и собственные обязательства. За осуждение голосовали парламентарии коалиционных и независимых депутатов, воздержались Артис Пабрикс и Рихард Эйгемс, против, как и заявляли ранее, голосовали депутаты Центра Согласия. По словам представителя партии Валерия Агешина, от каких-либо мер, направленных против России, будь то заявления или санкции, могут пострадать двусторонние отношения между Латвией и Россией. Национально настроенный депутат Сайма, секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности Янис Домброва заявил о том, что объединение Центра Согласия может потерять право находиться в парламентских комиссиях и президиуме Сайма и объяснил почему. Если Центр Согласия не разорвет договор с партией Единая Россия, то, я думаю, у них нет никакого морального права находиться как в управлении ни одной парламентской комиссии, так и в президиуме Сайма. Сегодня станет ясно, какой позиции придерживается Центр Согласия и похожа ли она на украинскую партию регионов, которая также сотрудничала с Единой Россией. Ну и, как показала практика, коалиционные депутаты перешли от слов к делу и тут же отстранили от должности руководителя парламентской группы по сотрудничеству с парламентом Украины вице-спикера Сайма Андрея Клементьева, на эту должность назначив экс-министра образования Илзы Винкеле. Сам Андрей Клементьев назвал это политическим беспределом. По его словам, правящая коалиция хотела на его место поставить депутата Яниса Домброва, но нашла более умеренного политика. Они решают правом доминанта уничтожить все, что делал до этого Центра Согласия, седует Клементьев. По словам вице-спикера парламента, сегодняшний настрой радикального крыла является очень воинственным. Тем временем парламент Крыма на своем заседании 6 марта принял решение о вхождении автономии в состав России на правах субъекта Российской Федерации. Также Верховный Совет Крыма постановил направить президенту России Владимиру Путину и Федеральному Собранию обращение о вхождении Крыма в состав России. Посол России в Латвии Александр Вишняков, побывавший в четверг 6 марта в гостях в радиоболтком, признал, что данное предложение крымчан довольно неожиданно. Неожиданное решение и, с моей точки зрения, наверное, не совсем адекватное. Если говорить гипотетически по этому поводу, то все-таки в этих вопросах определяет судьбу той или иной части страны, как, например, сейчас происходит в Шотландии, вопрос народ через референдумы. А вот когда парламент начинает уже принимать на себя роль всего народа, я, по крайней мере, поставил бы под сомнение. Ранее депутаты Крыма постановили перенести референдум о статусе полуострова с 30-го на 16 марта. На нем будут вынесены два вопроса. Один из них касается статуса полуострова. В четверг 6 марта Рижская дума разрешила все мероприятия, запланированные в центре Риги на 16 марта. Также было принято решение запретить использование звукоусиливающей аппаратуры. Однако это решение Рижской думы собирается оспорить в суде общества против нацизма. По словам представителя антифашистов Яниса Кузинца, общество против нацизма планирует 16 марта устроить праздник песни, на котором будет выступать несколько хоров. Всего 16 марта планируется пять мероприятий. Юрий Сратзевич считает, что столкновения мне и 16 марта избежать не удастся, так как принцип свободы слова предусматривает для идеологических противников возможность проводить свои мероприятия в зоне видимости и слышимости друг друга. В четверг у Министерства образования и науки состоялся пикет Конгресса не граждан против увеличения языковых пропорций в школах нацменьшинств в пользу госязыка. В акции Министерства тьмы «Давай, до свидания» приняли участие несколько десятков человек, представляющих различные общественные организации. Участники пикета громко зачитали свои требования, в частности, чтобы русский язык был основным в русских школах, а родители могли выбирать, на каком языке учатся их дети. Пообщаться с пикетчиками вышла министра образования Инна Друвит, которая заявила, что запланированная реформа на 2018 год не мешает освоению учебного материала на родном языке. Это заявление министра вызвало бурную реакцию активистов, которые потребовали отставки Друвиты. Незадолго до знакового голосования экс-премьер Латвии Валдес Домровскис отозвал свою кандидатуру на пост президента Еврокомиссии, чтобы объединить силы, как он сказал, в поддержку кандидатуры бывшего премьер-министра Люксембурга Жанна Кладу Юнкера. На фоне сильных конкурентов, выдвинутых остальными европейскими политическими партиями, считаю, что для достижения наилучшего результата Европейской народной партии нужно объединить силы для поддержки одного кандидата, заявил Домровскис, при этом поблагодарив зарубежных коллег за поддержку. На днях ЦЕСИС для обсуждения дальнейшего развития инфраструктуры города прибыли министр сообщений Анлис Матис и глава Латвии Дзелс Цельш Удис Магунис. Мэр ЦЕСИСа Янис Розенбергс предложил обустроить центральную библиотеку города и реновировать здания автобусной станции и станции железнодорожного вокзала, объединив их в один большой информационный центр. Предприятие Латвия Дзелс Цельш готово инвестировать в развитие инфраструктуры ЦЕСИСа, а также других городов ЕС и самоуправление проявят инициативу. Об этом в интервью Микс ТВ рассказал глава Латвия Дзелс Цельш. Очень важно, чтобы у самоуправления была инициатива. У ЦЕСИС такая есть. И поэтому то, что мы сделали в Сигул, сейчас это все совместно будет сделано и в ЦЕСИС, и я надеюсь, и дальше и другие города, как Валмир и другие большие города, все-таки тоже пойдут. И Ялгова, да, то есть по этому пути. И если будет отзывчивость от самоуправления, мы свою работу сделаем. Музыка не знает национальности и религии. Такое заявление сделала знаменитая французская певица Мирай Матье на прошедшем в посольстве Франции торжественном приеме в честь ее приезда в Ригу, где 8 марта состоится концерт французской дивы. На вопрос о том, есть ли у певицы какие-либо фавориты среди публики, Матье ответил, что каждый концерт для нее – откровение. Знаете, я выступаю со своими песнями по всему миру, и я не пою для какой-то конкретной публики. Я всегда вкладываю душу в каждое выступление. Это не зависит ни от государства, ни от национальности. Несмотря на то, что я верующий человек, я никогда не спрашиваю у человека, какого вероисповедания он придерживается. Мне интересно, что тревожит человека, поэтому я с уважением отношусь к любому слушателю. Я пою на разных языках и с удовольствием популяризирую французский язык. 8 марта Мира Матье выступит со специальной программой в арене Рига. За свою длительную карьеру Мира Матье выпустила более 70 альбомов. После длительного перерыва в 2008 году она возобновила свою концертную деятельность. В национальной опере прошла генеральная репетиция оперы-лекция молодого латвийского композитора Криста Пса Петерсона «Михаил и Михаил играют в шахматы», премьера которой состоится 12 марта в рамках программы «Рига-2014». В постановке уникальной оперы принимают участие 8 певцов, 8 танцоров, 14 музыкантов и 2 режиссера. В целом 32 человека по числу фигур на шахматной доске. Спектакль посвящен матчу за звание чемпиона мира, состоявшемся в 1960 году в Москве между казавшимся в то время непобедимым советским шахматистом Михаилом Батвинником и самым титулованным латвийским шахматистом Михаилом Талем. Идея оперы принадлежит композитору Кристо Пса Петерсонсу. Я немножко играю сам шахматный, но мне просто было очень интересно как-то правила шахматной игры перенести в музыку. Батвинник был такой очень правильный, очень как бы дисциплинированный шахматист. А Таль, ну как бы сказать, больше импровизировал. Вот два такие стиля, когда встречаются, там очень хорошие шахматы выходят из этого. В творческую команду спектакля вошли дирижер Айнер Рубикис, живущий в Лондоне латвийский хореограф Кирилл Бурлов, написавший либретто-поэт Сергей Тимофеев, режиссер Вестерс Мейкшенс, сценограф Фрейни Суханов и французские видеохудожник Карлос Франклин. Опера поставлена на русском языке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова